Здравствуйте. Что происходит с занимающимся в первые 2-3 месяца в плане здоровья? Как правило, люди приходят с проблемами здоровья. Эффекты здоровительного происходят на 6 месяц занятий. То есть ученики должны понимать, что когда они пришли заниматься, то они попали в школу кунг-фу и вучи. Это техника, занимающаяся коррекцией вибраций тела. То есть человек жил с определенной вибрацией, с определенным ритмом жизни. И попадая в школу кунг-фу, он начинает изучать дыхательные практики суставного гимнастику. Его вибрации меняются. И, соответственно, человек входит в определенное состояние перезагрузки. Ему нужно изменить себя, свои вибрации и подстроиться под новыми. И поэтому я наблюдаю, что где-то на неделю, полторы, две ученики в течение, там, первого, после первого месяца занятия пропадают. Где был? Болел. Чего болела? Ай, вот там, на насморк, плохо себя чувствовал, полежал неделю на кровати. Это нормально. То есть пугаться не нужно? Это пугаться не нужно. А почему так? Потому что изменяется вибрация. Вибрация тела меняется, потому что техника построена таким образом, что она приводит в коррекцию. Человек думает, что он как бы живет правильно. А что такое правильно, вообще никто не знает. И поэтому он живет так, как он считает нужным. Что он делает? Сколько он спит? Что он есть? Куда входит? И у него создается определенный ритм жизни. Это ему вибрация. С каким вибрацией он живет, то он и получает. То есть его достаток, его здоровье, его судьба, у него какие-то вопросы или какие-то проблемы, он создает самостоятельно. Попадая в школу кунг-фу, он изучает дыхательные практики. Он дышит, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Он делает какие-то упражнения. Он изменяет свое тело, изменяет дыхание. А дыхание влияет на вибрации тела, коры головного мозга. Поэтому человек должен сделать как бы перезагрузку. Как будто компьютер включили, выключили и настройки поменялись. Самое главное, что студенты должны понимать, что этого бояться не нужно. Я хочу углубиться даже в этот вопрос, чтобы люди понимали еще один момент. То, что с нами происходит, на это влияет несколько составляющих. И наш образ жизни — это не только то, что мы хотим и как мы хотим. Это еще то, что хочет ваш мозг. То есть есть вы, а есть ваш мозг. Считайте, что как бы вас двое. Есть ваше желание, а есть желание мозга. И то, что с вами происходит, это часто навязанное вам, вашим мозгом. Считайте так, что мозг много чего видит, читает, смотрит телепередачи. И у него есть свое внутреннее кино, которое он считает, что нужно делать вот так. Этот фильм он вам навязывает. И люди считают, что они, именно они решили, что нужно делать вот так. На самом деле это решил мозг. В чем секрет? Мозг не хочет потерять контроль над телом. Есть вы и ваше тело, а есть мозг. И когда он теряет контроль над телом, то он не контролирует ситуацию. И вы выходите из его контроля и выполняете то, что считаете нужным. Когда человек начинает заниматься гимнастикой, суставной, дыхательной, он приобретает контроль над телом. И он уже контролирует мозг. То есть задача заключается в том, тело контролирует мозг или мозг контролирует тело. Есть мозг внутри каждого внутреннего органа. Почки, печени, желудок, сердца имеют свой внутренний мозг. И если мы, например, доверяем только голове контролировать всю ситуацию, это как будто бы президент контролирует все, что происходит в каждом доме. То есть каждый жест, каждую контору, каждую фирму он контролирует. Но он не может контролировать. У него есть другие механизмы, которые это контролируют. В каждом подразделении есть свой директор, который контролирует работу этого предприятия. Так вот, директор внутри сердца, внутренний мозг должен контролировать работу сердца. Печень, печень, почек, почки. А мозг должен заниматься контролем именно общей концепции. Когда человек доверяет мозгу контролировать работу всего тела, идет сбой. И можно сказать, что у мозга появляется такой глюк, сбой. И из-за этого проблемы со здоровьем. Но я сейчас я скажу образно. Совершенно так это примитивно для обычного человека, чтобы понять, к чему я хочу подвести. Так вот, когда мы занимаемся гимнастикой, мы делаем отдельные упражнения для предплечья, отдельные для плеча, отдельные для почки, для печени, для желудка. И таким образом мы позволяем этому органу или этой части тела научиться контролировать свою зону. То есть предплечье, когда люди только при плече, плечо только плечо, голень только голень. Таким образом человек становится как бы более универсальным, как оркестр. И у него много инструментов. И он может и то, и то, и то, и то одновременно делать. Одна рука делает одно, другая рука делает другое. При этом вы, например, улыбаетесь, разговариваете. Головам делать третье движение. То есть вы одновременно делаете несколько движений. Вы можете отговорить, думать, заниматься, писать. И все это делать одновременно. Это значит, что у вас есть внутренний мозг в каждой части вашего тела. И оно занимается своим вопросом. Это дает способность именно гимнастика кунг-фу и ву-чхи. Люди, которые не занимаются этой гимнастикой, у них мозг контролирует все тело. И поэтому часто болеют, устают. Он устает. Он не может столько работать. И нужно перезагрузку, отдыхать. Он даже ночью не отдыхает. Он спит и смотрит сону. И что-то опять, что-то у него происходит, и человек дергается во сне. То есть очень важно понять вот мою идею. И занимаясь гимнастикой, мы позволяем мозгу отключаться и отдыхать. Поэтому меняются его вибрации. Он начинает по-другому работать. То есть, да, знаете, кунг-фу. Он вот так вот работал, как у Фили. И устает. Потом пришли заниматься дыхательной гимнастикой. И занимаетесь старичей. И он начал другие вибрации принимать. По-другому работать. И когда-то ложится спать и отдыхать. Когда мозг отдыхает? Мозг отдыхает тогда, когда мы занимаемся дыхательной гимнастикой. Это закон. То есть, если вы сидите, начинаете заниматься гимнастикой дыхательной. Дох-выдох, вдох-выдох. Это относится к медитациям. Медитация, выдыхательная гимнастика. В это время мозг отдыхает. Сознание отключено. Еще раз повторяю. Мы работаем на уровне тела, дыхания, сознания. Есть упражнения для тела. Есть упражнения для дыхания. Есть упражнения, которые отключают сознание и мозг отдыхают. Полный комплект три в одном. Это и есть кунг-фу-лучи. Я правильно понимаю, что когда мы получаем контроль над нашим телом, мы одновременно получаем контроль над жизнью, над происходящими, над решениями какими-то? Да. Можно сказать, с этой стороны точно так. То есть, когда у нас есть контроль внутри тела над всем, что в нем происходит, когда наши внутренние органы контролируют работу своего подразделения, когда каждая часть тела у вас имеет способность работать отдельно от всего тела, например, нужно напрячь вот эту группу мышц, и многие для того, чтобы ее напрячь, напрягают еще и ногу, и руку, и лицо, чтобы здесь напрячь. Или вы напрягаете только здесь, и все остальное тело расслаблено. То есть, вот в этом смысл заключается. Только вот эту группу мышц напрячь, только вот эту группу мышц напрячь, только вот эту группу мышц напрячь, только вот сейчас услышать работу почек или печени. То есть, многим, может быть, это непонятно, что я сейчас говорю, но мы это преподаем, мы объясняем, как это сделать. Это и есть практика кунг-фу, тай-чи. Дело в том, что вот это самый важный секрет, который нужно понять. Мы начали серию лекций о долголетии, о том, как приобрести здоровье. Вот это урок номер два. Приобрести контроль над телом, над работой внутренних органов, отдельно от работы сознания, от работы мозга. Мозг отдельно, тело отдельно, дыхание отдельно. Разделите их. И попробуйте заниматься гимнастиками отдельно. Тогда будет здоровье и долголетие. Спасибо большое. У нас такое интересное беседа. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...